25 февраля 1939 года, за день до 70-летнего юбилея Надежды Константиновны Крупской, в подмосковном санатории Архангельском, собрались ближайшие друзья. Ученый-энергетик Глеб Кожижановский с супругой Зинаидой, младший брат Ленина Дмитрий Ульянов, сослуживец по Наркомату просвещения Феликс Кон и другие. Надежда Константиновна была оживлена, шутила, пела со всеми любимые песни революционной молодости. Угощение было скромным, сибирские пельмени, кисель и присланный в подарок от Сталина торт. В самый разгар торжества, Надежда Константиновна внезапно почувствовала себя нехорошо и ушла в свою комнату. Вскоре у нее начались сильнейшие боли в животе и рвота. Через два дня, 27 февраля, Надежда Константиновна скончалась в больнице. Траурная церемония проходила в колонном зале Дома Союзов. С вдовой Ленина пришло проститься почти полмиллиона человек. 2 марта 1939 года тело Крупской было кремировано. Урну с прахом в похоронной процессии, нес лично Сталин. Урну торжественно захоронили в Кремлевской стене, за мавзолеем, где лежало тело ее мужа. И хотя Надежда Константиновна ушла из жизни в почтенном возрасте, почти сразу по Москве поползли слухи, что ее отравили, и причастен к этому Сталин. Но так ли это было на самом деле? Отчего умерла Надежда Константиновна? Почему Сталин терпеть не мог Крупскую? Как испортились их отношения? Какие мифы и малоизвестные факты связаны с Надеждой Крупской в нашем сегодняшнем разборе? Надя родилась в 1869 году в Петербурге в обедневшей дворянской семье. Ее мать, Елизавета Васильевна, работала гувернанткой. Отец, Константин Игнатьевич, был военным начальником в уезде в Польше. Он умер от чахотки, когда Наде было 14 лет. В 1887 году Надежда окончила с золотой медалью частную женскую гимназию княгини Аболенской. А через года поступила на бестужевские курсы для женщин. Во время обучения, вступила в студенческий марксистский кружок и вскоре начала бесплатно преподавать в воскресной школе для рабочих. С будущим мужем Надежда познакомилась в конце февраля 1894 года в Петербурге на собрании марксистского кружка. Послушать молодого революционера Ульянова Надю привела ее подруга Аполлинария Якубова. Владимиру Ильичу, тогда было 24 года, он был на год младше Крупской, хотя выглядел старше. Недаром его партийная кличка была «Старик». Зажигательный марксист сразу понравился Наде, но роман между ними возник не сразу. К моменту знакомства, будущий Ленин ухаживал за Кубочкой, так он ласково называл Аполлинарию Якубову. Она была моложе и привлекательней Крупской. Владимир Ильич даже сделал ей предложение, но Кубочка ответила отказом. В 1895 году Ульянов был арестован и больше года просидел в тюрьме в Петербурге. Любимая Кубочка так и не навестила Володю. А вот заботливая и неутомимая Надя, постоянно посещала его, передавала письма, книги, продукты. Вскоре Ульянова выслали в Сибирь, в село Шушенское. Крупская к тому моменту была выслана в Уфу. Из Шушенского Владимир Ильич прислал Наде письмо. «Приезжай, будешь моей женой. Но женой так женой», — ответила Крупская. И вместе со своей мамой Елизаветой Васильевной, Надя приехала в Шушенское. Царские власти положительно относились к браку заключенных. Считалось, что человек остепенится и уйдет из революции. Но гражданским бракам местный полицмейстер жить запретил. Либо венчание, либо Крупская вернется в Уфу. Владимир Ильич и Надежда Константиновна вынуждены были повенчаться, хотя оба были убежденными атеистами. Обручальные кольца для них выковал местный кузнец из двух медных пятаков. Эти кольца они никогда так и не носили. Получается, Крупская вышла замуж за Ленина в силу сложившихся обстоятельств. Но как же чувства? Их подлинные личные отношения — это тайна за семью печатями. Не сохранилось никаких личных писем. Единственный источник — это воспоминания самой Крупской. Но по части эмоций они очень сдержаны. Возможно, это связано с особой скрытностью Надежды Константиновны. Есть только одно упоминание, написанное Крупской уже после смерти Ленина, об их жизни в Шушенском. Мы ведь были молодожены, и это скрашивало ссылку. То, что я не пишу об этом воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. На фотографиях советского периода Крупская выглядит непривлекательно. Грузная дама с характерным базедовым взглядом, в нелепых шляпках и мешковатых нарядах. Главной причиной этого было тяжелое заболевание, базедова болезнь, вызванная нарушением работы эндокринной системы. Диагноз Крупской поставили когда ей было чуть за 40. Она располнела, появился зоб, набухли и нависли верхние веки. Но в молодости она была милейшая девушка, совершенно тургеневская, со светло-зелеными глазами и гимназическим румянцем. Люди хоть раз видавшие, как Надюша распускает свою русую косу, восхищенно замирали. Работая учительницей в воскресной школе, она имела немало воздыхателей. Тот же Ваня Бабушкин, он даже писал ей стихи. Впрочем, Надя замуж не стремилась, а Бабушкин так и остался другом. Тем не менее, Крупская не считалась красавицей. Она и сама это понимала, однажды сказав, «Я под стать русской природе, нет во мне ярких красок». Надежда одевалась скромно, не использовала косметику и не носила украшений, разве что брошку, которую ей подарил товарищ посылки и на которой было написано Карл Маркс. Но нынешние блогеры, часто указывают на внешнее сходство, 26-летней надежды и голливудской звезды Скарлетт Йоханссон. Эталона европейской красоты, одной из самых красивых женщин планеты. Семейная жизнь в плане быта, складывалась непросто. Крупская не умела вести хозяйство. Мама Нади, Елизавета Васильевна, везде следовала за молодоженными и во всем помогала, потому что ни сама Надя, ни ее муж, совершенно не были приспособлены к жизни. Крупская называла себя принцессой соломенные лапки, у которой все валится из рук. А Ленин частенько шутил, что ест жаркое, имея в виду, что мясо, которое готовила ему жена, все время было подгоревшим. Крупская вошла в историю, как жена и верная соратница вождя, его бессменный секретарь. Сталин считал, что Ленин относился к жене, просто как к помощнику. Наверное поэтому, многие до сих пор думают, что Ленин был безразличен к Надежде Константиновне и воспринимал ее как друга. Работая секретарем газеты «Искра», Надежда переписала больше 30 тысяч конспиративных писем. У нее была отличная память, она помнила все имена и адреса, в совершенстве владела немецким, французским и английским языками, а когда потребовалось, выучила польский иидиш. Из воспоминаний Глеба Кожижановского, близкого друга и соратника Ленина. Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая. Но умнее чем Надежда Константиновна, преданнее дело чем она, у нас не было. С Инессой Арманд, Ленин и Крупская, познакомились в 1909 году в Париже. Инесса была на пять лет младше Крупской, и полной ее противоположностью. Одевалась ярко, знала толк в аксессуарах. Ленину и Арманд приписывают роман. Однако нет никаких документов, которые бы однозначно указывали на него. Арманд действительно любила Ленина, что понятно из ее писем. Но о его чувствах судить трудно. Впрочем, британский историк Виктор Себестин утверждает, что у Ленина были отношения с Арманд, которые они старались хранить в тайне. Но Крупская знала о них и даже предложила развод. Ленин ответил категорическим отказом. За десять лет, он не раз пытался прервать эту бурную связь, в первую очередь потому, что чувствовал вину перед Надеждой. Семнадцатый год навсегда изменил жизнь Крупской. Ее супруг стал главой государства, а она первой женщиной страны Советов. Но это нисколько не изменило Крупскую. Даже переехав в Кремль, она вела себя по-прежнему скромно. Надежда Константиновна была пристрастна в своих симпатиях и имела влияние на Ленина. Если ей кто-то не нравился, она выводила его из круга общения. Меньшевик Валентинов вспоминал, что Крупская буквально отвадила его от Ленина. Многие пытались заполучить в союзники жену вождя, что было совсем непросто, из-за скрытного характера Крупской. После революции, Надежда Константиновна перестала быть секретарем Ленина. У нее появилось собственное дело. Она заведовала внешкольным отделом наркомата, работала с Луначарским, занималась вопросами коммунистического воспитания молодежи. В сентябре 1918 года, после покушения на Ленина, супруги переехали в подмосковные горки. Спустя три года, Крупская превратится в сиделку для тяжело больного мужа. После инсульта, Ленин страдал параличом и расстройством речи, но Крупская, как любящая жена, верила, что он поправится, учила его заново говорить. В конце 1922 года, произошел первый крупный конфликт Крупской со Сталиным. Они познакомились еще в 2011 году в эмиграции. Сталин тогда жил у Ленина с Крупской, на квартире в Кракове, и по словам самого Сталина, в тот период они сильно сдружились. В декабре 1922 года, из-за плохого самочувствия Владимира Ильича, Политбюро ограничило его контакты, но по некоторым острым вопросам он продолжал высказываться. Ленин надиктовал письмо Троцкому, Крупская записала и передала его, запросив обратной реакции. Узнав о письме, Сталин позвонил Крупской и в грубой форме потребовал, чтобы она не говорила с Лениным о делах, иначе он потянет ее в Центральный комитет. Надежда Константиновна ответила, что она жена Ленина, и лучше знает, что ему можно. Сталин вспылил. «Мы еще посмотрим, какая вы жена Ленина», намекая на старую дружбу Ленина с Арманд. Впоследствии Мария Ульянова вспоминала. «Разговор этот чрезвычайно взволновал Крупскую, нервы, которые были натянуты до предела, она была не похожа на себя, рыдала». Поначалу тревожить больного мужа, Крупская не стала. Она обратилась к Зиновьеву и Каменеву, чтобы те повлияли на Сталина, а через пару месяцев, все же пожаловалась Владимиру Ильичу на грубость. Последовал серьезный конфликт. Ленин пригрозил порвать со Сталиным все отношения, если тот не извинится. И Сталин извинился, хотя не считал себя виновным. «Если вы считаете, что для сохранения отношений, я должен взять назад сказанные слова, я их могу взять назад, отказываясь однако понять, в чем тут дело и где моя вина». Смерть Ленина, стала для Крупской страшным ударом. Но слез вдовы вождя никто не видел, она продолжила заниматься партийной деятельностью. В это время Надежда Константиновна, была назначена заместителем наркома просвещения. Под ее руководством обустраивались детские площадки, где работающие родители оставляли детей под присмотром. Это дало толчок развитию государственной системы детских садов. Крупская стала идеологом пионерского движения. Она считала, что пионерская организация должна быть скаутской по форме и коммунистической по содержанию. Разрабатывала систему воспитания детей в духе коллективизма. Стала одним из создателей советской системы образования. Крупская назвала систему Макаренко идеологически вредной. В мае 1928 года, после ее выступления на съезде комсомола, Макаренко сняли с руководства колонии имени Горького. Крупская стала активистом советской цензуры. Многие произведения подверглись ее критике, а писатели гонением. Надежда Константиновна раскритиковала сказки Чуковского, а сказку крокодил назвала чепухой и буржуазной мутью. Чуковский лично приходил к Крупской, чтобы объясниться, но страшно ей не понравился. В декабре 1929 года он опубликовал в литературной газете письмо, в котором отрекся от своих сказок. На 14 съезде партии в декабре 1925 года Крупская поддержала новую оппозицию Зиновьева и Каменева в их борьбе против Сталина. На нее обрушилась лавина негодования и публичного осуждения. Не выдержав напора, Крупская вышла из оппозиции и полностью перешла на поддержку ЦК и Сталина. Если в конце 20-х годов она еще защищала от репрессий своих соратников, то в 30-х она уже никому не помогала. Показателен случай с Бухариным, перед его арестом на пленуме в 1937 году. Ежов заявил, что Бухарин спекулирует именем Ленина и врет, что тот умер на его руках. На самом деле, Бухарин не врал. Услышав обвинение Ежова, он вскочил с места и, обращаясь к сестре Ленина и Крупской, сказал. Вот же они были в момент смерти Ильича, Мария Ильинична, Надежда Константиновна, доктора Я. Ведь верно, Надежда Константиновна. Я его поднял на руки, мертвого Ильича, и поцеловал ему ноги. Но Надежда Константиновна и Мария Ильинична промолчали. Впоследствии, Крупская принимала участие в осуждении бывших товарищей по партии. Для нее это было тяжело, и осуждать ее за это было бы неправильным. Тогда Крупская осознала, что любые высказывания против Сталина, могут спровоцировать над ней расправу, и она выбрала жизнь. Открыто противостоять Сталину Крупская не могла, Сталин об этом знал, и вдову Ленина как живой символ не трогали. Тогда почему появилась версия, что Сталин причастен к смерти Крупской? Во-первых, вдова Ленина ушла из жизни внезапно, в день своего 70-летия, как раз после того, как ела торт, присланный в подарок Сталинам. Во-вторых, все это произошло накануне 18-го съезда партии, на котором она должна была выступать. Есть мнение ряда историков, что Крупская готовила речь, с критикой сталинского режима. Но в версии убийства есть ряд нестыковок. Надежда Константиновна, действительно должна была выступать на съезде, но вряд ли бы она разразилась критикой. Она уже долгие годы лояльно относилась к политике Сталина, и никакой угрозы не представляла. А если бы Сталин хотел избавиться от Крупской, он сделал бы это гораздо раньше. Еще одной нестыковкой является торт. Если он действительно был, его ели все гости, а значит никакого отравления не было. После праздничного застолья, Крупской действительно стало плохо. Приехавший врач сначала предположил сердечный приступ, потом заподозрили аппендицит. Надежду Константиновну доставили в больницу. Профессор Сергей Иванович Спасокукотский поставил диагноз, тромб кишечника, нужна была срочная операция. Но учитывая возраст и тяжелое состояние Крупской, врачи побоялись ее оперировать, опасаясь, что их обвинят в ее смерти. Запросили разрешение у Сталина. Однако ответа так и не последовало. Время было упущено. 27 февраля Крупской не стало. Вскрытие установило, что причиной смерти стал перитонит. Надежда Константиновна умерла своей смертью. То, что это произошло после празднования дня рождения, не более чем случайность. Впрочем, историк Михаил Штейн, биограф Ульяновых и Ленина, уверен, что Крупскую убили. 8 марта, через несколько дней после похорон Крупской, в газетах появился указ о награждении врачей Кремлевской больницы орденами и медалями. А через несколько дней, все эти врачи получили знак отличника здравоохранения, так что как видите, награда была.